такой экстремальный можно так сказать шоппинг теперь самый симпатичный подарок макияж готов как говорится горшочек вари а с этой мужчина в семье это самое главное я иран сигал я приветствую вас мои дорогие в нем будет немножко о покупках косметики макияж будет классный рецепт я вам расскажу про черную пятницу по-израильски доброе утро мои дорогие друзья доброе горячее утро из израиля потому что здесь как всегда жарко я вчера утром прилетела из одессы где-то здесь здесь или здесь должен появиться должна появиться ссылочка на мой одесский влог вчера я ничего не делала отдыхала сегодня вышла по делам мне нужно было зайти в ирию решить кое-какие вопросы ну и как обычно как обычно я зашла в торговый центр и вот вот она заветная сумочка с косметикой зашла я за карандашом для губ а что я купила сейчас покажу сейчас покажу накрашусь всем вот этим добром и так показываю хочу напомнить что я зашла за карандашом для губ как так получилось как всегда я нарвалась на классную продавщицу на продавца консультанта которая мне все красиво рассказала показала и в итоге вот что получилось смотрите карандаши ну карандаши тут них ничего особенного я взяла два потому что они очень быстро заканчиваются цвет натуральный ничего особенного дальше как получилось что я купила целую сумочку подошла я к стендос шисейда вот бренд шисейда никогда не пробовала эту косметику и продавец консультант мне говорит есть прекрасные тени а мне как раз нужны натуральные тени и вот пожалуйста смотрите какая интересная коробочка такая коробочка палетка здесь вот они красавцы именно то что я хотела натуральные нюдовые тени без всяких перламутровых включений вот они вот камера а вот нюдовые тени на тенях я конечно же не остановилась потому что она сказала магическую фразу помады две по цене одной и пришлось взять помады достаю помады это еще не все сейчас вы увидите сколько тут всего значит вот такие две помады шисейда соответственно помада номер один ярко-красная причем эти помады они и не лаковые и не матовые они с натуральным блеском просто бомба смотрите какой цвет как вам показать вот такой цвет с блеском роскошный богатый красный цвет и вторая помада у меня как я люблю натуральный вот такая натуральная абсолютно спокойный цвет вот он нюдовый беж не заканчиваем потому что пошли подарки я взяла тени взяла две помады и она мне говорит сейчас будут подарки показываю подарки в подарках у меня тушь тушь вот такая крошечная я попробую если понравится возьму дальше она мне подарила два крема два увлажняющих крема пробники попробую расскажу и это еще не все теперь самый симпатичный подарок вот такая мини косметичка крошечного размера я думаю она будет очень удобно если надо взять с собой в небольшую сумочку помадку все такое и в этой косметички духи духи от пакарабан леди на миллион вот такие духи и такая косметичка сейчас я накрашусь всем этим богатством и вам покажу макияж готов получилось вполне симпатично натурально естественно и красиво тени шесейда зачет ложатся идеально очень насыщенный пигмент и в то же время они довольно таки натуральные туши сейда тоже зачет основном пользуюсь лореалем мне лореаль нравится но вот это по моему не знаю видно вам или нет тушь хорошая не образует никаких комков самое главное помада помада полный обалдемонс ну и подарки за основу я взяла от она за основу я взяла увлажняющий крем который они мне подарили очень приятные посмотрите как все легло мне кажется что идеально так чтобы такой макияж друзья мои что можно приготовить из фарша кроме котлет тевтелей и прочего сейчас узнаете будем готовить с вами вкусное ненавязчивое и быстро приготовляемое блюдо вы знаете я за то чтобы быстро вкусно и полезно пп вы помните духовка разогрета и для начала значит фарш у меня уже готовый для начала я поджариваю на сковородке слегка что я поджариваю морковку и перчик мелко кубиками режем картофель и закладываем горшочек обжариваем фарш я все перемешала в этом горшочке и сейчас это залью томатным солдом как говорится горшочек баре найки как ваши дела как настроение что-то вы грустно сегодня на кибу пчинский чего-то грустно пёсик носи грустинка доброе утро друзья и сегодня у у нас с вами небольшой шоппинг по случаю черной пятницы но прежде чем мы начнем шоппинг я показываю подарочек для моей подруги жени из одессы начинаем распаковка подарков из одессы подарков от моей поклонницы он галины кошкиной до из одессы один пакет это да это чек на картины дайте я ну покажи нам покажите нашли не разматывать или размытая хочу разница смотрите это та картина на что я тыкнула пальцем но красота ведь да как назовем его марсика вообще эту кошку зовут марс и марс и до этого марс или это галя там со своей подпи у нее круче из подписчицы на фут на фейсбуке не вот эта кошка марсель вот она ее написала и на такая кошка уехала в словакию жить это с моим с моей фотографии с моего шорта да видишь жения как вовсе круто мы вставим с тобой в этот ролик фотографию торта до красота смотри все сохранено эти штучки да тут какая красота я повешу это все это тоже с моей фотографии но немножечко приукрашенная сделано покрасивее чем те мои тогдашние фотографии сейчас я тоже распакую это будет висеть моей студии эти картины это тебе для студии это макарон и орхидея мои любимые цветы красота ну можешь передать привет галине галине спасибо вам большое здесь мы оставим ссылочку смотрите и фотографии откуда это все срисовано молодец я очень рада спасибо такие душевные подарки самое приятное а женя передала галине в одессу зефир и я этот зефир пробовала это лучший зефир в мире вот тут я вам его показываю вот этот шедевр я вам показываю это зефир и это самый лучший и самый вкусный в мире зефир я вам так скажу фир и когда на следующий день пришла к подруге в гости она говорит хочет часть зефира хочу я говорю но я такой зефир ела что я теперь боюсь и реально боялась перебить вкус твоего такой кусаешь и полный рот смородина лига черная смородина так что друзья если нужны картины ссылка внизу если нужны пирожные ссылка тоже все ссылки внизу у нас есть у меня слюни потекли от зефира да на еще вот пакет ну я рада что тебе понравилось а галя как будет рада макарошки одной коробкой зефира по моему не отделаешься придется галине еще передавать может макарошки передашь ей какие-то маленькие ножки можно ну надо же что-то чтобы довести до подумать расскажи куда мы едем зачем мы едем мы едем на проверку коллекции black friday сары это такое экстремально можно так сказать шопинг потому что zara у нас очень полная всегда мы едем к самому открытию с возможностью померить хотя бы то что нам понравится хотя бы что-то померить не говоря уже о том чтобы подобрать лучи нет чтобы купить отстоять в очереди и купить ну да а куда вместе что потом по интернету либо у нас есть еще связи да но об этом чуть позже у нас есть секрет шахер махер как настроение женя ужасен да потому что мы мы на кофе потом поедем в общем оставайтесь с нами мы в зару в общем вещей нет просто нет я так взяла две кофточки померить ни о чем такой вариант вообще ну в общем нам ничего не понравилось магазин пустой а то что в нем есть это полное полнейшая барахло поэтому поводу мы сейчас пойдем пройдемся по другим магазинам хотя я сомневаюсь что сегодня что то есть симпатично потому что после завтра черная пятница и магазины избавляются от барахла но мне так кажется во всяком случае мы без покупок от слова совсем то есть мы вообще ничего не купили женя два слова вот что ты думаешь про коллекцию zara которая сегодня была представлена в этом магазине именно в этом магазине на блэк фрайдер это ужасная коллекция до ощущения что они достали все закрома свои которые были в нитках кривые косы еще раз убеждаюсь что все таки распродажа это не наш конек это сто процентов мы не будем никогда рыться в этих кучах одежды надо все таки на новую коллекцию да встретимся скоро с вами до ждем новой коллекции потому что это нас вообще не впечатлило мы выпили кофеек и сейчас мы едем а что мы еще сделали мы часы отложили в сваровске возможно если мне не будет лень я за ними приеду а ты видела какие там браслеты и кольца вроде огромная я видела шипами прям камнями сделаны шипы и такой браслет на на шее госпожа удача сегодня я твоя госпожа удача так знаешь ничего не приготовила дома я пьяна в квартире срач I'm happy very much муж приходит и такая в ошейнике только в браслете и говоришь ну все заплатила за него как не знаю как бы колесо и красиво и говоришь так будут всегда понравились мне часы которые мы же не присмотрели в каньоне зав но мне немножко не хватило на них денег поэтому я сейчас заехала домой переоделась вот убрала волосы потому что невозможно ветер жара и решила сделать хоть конем я зайду у нас здесь возле дома недалеко есть тоже торговый центр и в нем тоже есть магазин сваровский если мне повезет то эти часы я куплю в нем не повезет значит не куплю часы потому что ехать куда-то далеко я уже сегодня не готова мы обошли кучу магазинов жене нам ничего не понравилось в принципе и конечно шопинг особенно неудачный он выматывает по поводу часов часы я люблю в их классическом виде не электронные не время на телефоне я люблю чтобы были на руке часы поэтому идемте посмотрим и вдруг повезет ну не повезет так не повезет мне повезло мне повезло не повезло потому что в торговом центре который находится возле моего дома есть магазин сваровский и вот я купила часы интересный факт в том магазине в торговом центром в торговом центре в котором мы были же не утром девочка-продавец сказала что такие часы только в их магазине и больше нигде а я не ленивая я пошла возле дома и сейчас я вам покажу свои новые часики распаковываем раз коробочка вот такая коробочка два посмотрите какой красивый какой красивый королевский цвет оп здесь внутри гарантия и вот они часики они кстати мне подходят под ногти сейчас выйду на балкон покажу вам как они при свете дня кстати напишите кто из вас любит классические часы а кто все-таки уже привык к часам на телефоне мне интересно сколько нас любителей старин и такие аккуратные и красивые часы хоть какой-то плюс от черной пятницы потому что все остальное было барахло часики по поводу черной пятницы были с 50 процентной скидкой что конечно же приятно мне сегодня серый шерстяной костюм который мы кстати с вами покупали новая красная помада и красные кеды обратите внимание на цвет моих новых часов значит так рассказываю в двух словах вчера вечером синие часы которые я вчера же и купила остановились просто взяли и остановились я конечно сразу пошла в торговый центр говорю вот такая проблема она горит но есть три варианта вариант 1 мы меняем батарейку это будет несколько дней вариант 2 говорит я вам даю другие часы но уже не синие потому что синих нет и вариант 3 возвращаю вам деньги ну конечно я выбрала 2 и сегодня я в белых часах они идут прекрасно с ними никаких проблем нет собственно говоря я счастлива мы сейчас едем по делам потом планируется поездкам вы куда я я возможно мы туда попадем друзья мои ну все с нами виктор как вам моя красная помада очень-очень красивая помада очень вы считаете что да очень-очень прекрасно яфа ну так обстановочка карта у них не знаю мы таки дошли в этот ресторан у большого и цыка или большой и цык сейчас мы сделали заказ девочка нам рекомендовала кебаб сказала что это лучшее здесь посмотрим но цены скажу так как в Иерусалим примерно вы помните Иерусалим началось 3 миллиона салатов капуста помидоры это чечевица еще капуста картошка вот он и кебабы прибыли обратите внимание что вот салат из помидор и огурцов и он очень мелко порезанный необычно на самом деле это очень вкусно тут все мелко это какие-то помидоры я дома пробовала резать так салат ну конечно не так мелко как они в ресторане получается классно рекомендую да вот такой интерьер я же хочу показать интерьер в ресторанчик значит пару слов о ресторане и цыка годов как тебе отлично как ты себя чувствуешь после обеда очень наеденный чувствую наеденный ну идем теперь будешь нагуленный пошли я туда пойдем большой и цык ну как бы ресторан это громко сказано просто чистенько чистенькое кафе все происходит быстро стандартно салаты стандартные как везде и кстати я уже как специалист по местным блюдам могу сказать что вот салаты были не очень ну вот не все кебаб был восхитительный сочный то что надо хумус как хумус ну в общем просто ресторанчик ничего такого сверхъестественного но виктор довольный потому что виктор сытый а сытый мужчина в семье это самое главное да да вот видите хорошенький сразу настроение да у парня вот такое прогуливаемся по незнакомому нам райончику яфа мы здесь еще кстати никогда не были и здесь абсолютно все в ремонтах все эти старинные дома ремонтируются показываю вот этот ремонтируется следующий там дальше весь дом в лесах вот такая здесь колористика и так колоритно сейчас что у нас здесь интересно это магазинчик магазин мастерская магазин со скейтами и юный блогер юный блогер молодой начинающий блогер ты же заблоген из ресторана значит все блогер попался уже блогер я так понимаю что это макет яфу друзья ощущения после этого ресторана как у беременного колобка идти невозможно но мы решили пройтись вдоль моря хоть как-то раструсится чем ресторанчик неплохой но не могу сказать что вау пишите ваши комментарии удалось ли вам что-то купить на черной пятнице как вы относитесь к черной пятнице может быть у вас был какой-то интересный классный опыт и у вас что-то получилось ну и как всегда подписка лайк и ваши комментарии до новых встреч кстати скоро нас ждут новые удивительные приключения угадайте откуда пишите внизу что вы думаете где будут приключения и с кем кстати где собачушки тут ходят блогер 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 друзья всем хорошего дня до новых встреч и и Субтитры подогнал «Симон»